Городской ученический совет старшеклассников – это не игра во взрослую жизнь. Цели, которые стоят перед его участниками, вполне реальны. Такой совет будет своего рода мостиком между молодежью города и администрацией курорта. Даже трибуны, с которой подростки смогут заявить, чего им не хватает. Ведь задачу по воспитанию молодых управленцев ставит глава города. Подобные форумы далеко не новинка. Они проводятся в городах края уже на протяжении пяти лет. Сочи – во флагманах. Выдвижение кандидатов и представление их программ прошли во всех образовательных учреждениях курорта. А 13 октября был проведен так называемый «Единый день голосования». Лидеры прошли весь путь, который проходят кандидаты в депутаты или кандидаты на любых видах выборов. То есть это и предвыборная агитация, это сбор подписей, а также работа в день голосования избирательных комиссий и сам процесс голосования. Поэтому в этом зале присутствовали только те старшеклассники, только те представители школьного ученического самоуправления, которые прошли трудную процедуру выборов. Отличительной особенностью нынешних выборов лидеров ученического самоуправления стали итоги предвыборной кампании. Если традиционно в финал выходили четыре победителя от каждого района, то есть всего 16 лидеров, то в этом году к ним добавились восемь самовыдвиженцев. Взрослые препятствовать детям не стали и согласились с тем, что на сегодняшний день в числе выбранных лидеров 25 человек. Победители признались, участие в таком масштабном форуме для них было очень волнительным. До сих пор нервничаю, перевариваю это все. Я стал победителем. Мои друзья, мои сокомандники выбрали меня и еще четверых моих друзей. Была очень интересная тренинговая программа. Для меня вообще в принципе большая честь, большая ответственность представлять свою школу, быть лицом своей школы и большая честь в принципе находиться в этом ученическом городском совете старшеклассников. Сейчас лидеры городского совета самоуправления ушли на школьные каникулы. Правда, отдыхать им придется за работой. По возвращению за партой они должны будут представить свои проекты. Презентация состоится 9 ноября. Тогда и будет ясно, каждый ли из выбранных лидеров достойен работы в городском ученическом совете старшеклассников. Ведь на этой базе в том числе формируется кадровый резерв сочинской администрации.